здравствуйте знаете все гениальное начинается просто когда-то примерно с плюс-минус такого же начала начался у меня канал только я стоял и щеткой сошкребал с машины с mazda 6 снег так парни всем здорово ну вот наконец-таки выпал снег так как заднего дворника нету это будет я так понимаю для меня незаменимый инструмент это зимой мне говорили зачем ты это делаешь но времена идут и сегодня я хочу вам сделать отзыв спустя четыре месяца владения бмв x5 40 бензиночка из америки поехали проехал за четыре месяца примерно 6000 километров и это для меня очень много с одной стороны потому что обычно у меня бывал пробег в месяц там 800-1000 километров машину я прочувствовал с машиной я разобрался прям так внимательно детально познакомился и поэтому будет чем интересным с вами поделиться рассказать сколько стоит во-первых содержание автомобиля с пробегом с чем я уже столкнулся неприятным с чем я столкнулся приятным в общем во всем этом в этом выпуске я вас привез на новую площадочку относительно я думаю блин чем все в царицыно да в царицыно сегодня и день такой хороший не жарко поэтому сейчас мы аккуратненько с вами запаркуемся я вам все детально расскажу начнем в первую очередь с расхода топлива потому что я вам честно скажу я вообще охренел я до последнего не мог поверить что это правда если мы сейчас с вами зайдем и начнем читать техническое описание автомобиля то там будет заявлен производителем средний расход топлива в 10,8 литра ну естественно обычно в такой расход никто не верит почему трехлитровый мотор бензиновая версия автомобиль весит там две с чем-то тонны ну триста сорок сил какие 10 и 8 реальный расход топлива за проеханный мою 6000 километров составил 11,8 тире 12 литров в смешанном цикле если мы будем гнать разгоняться постоянно он срывается с места уверенно да и вот ну сотку мы сделали то есть разгон у автомобиля 0 100 5 с половиной секунд будем ехать быстро на трассе но естественно расход вылетает за 15-20 литров потому что эти машины активно чипуют передел здесь делают стейдж-1 стейдж-2 общался с людьми кто-то говорит я езжу постоянно в режиме нитфо спид и у меня расход 20-25 литров сотым бензином я автомобиль тоже заправляю сотым бензином таким образом проехать 100 километров полторы две тысячи рублей как вам такое экспресс-математика бортовой компьютер врет доверяй но проверяй именно так я и делал я на автомобиле ездил и по городу ездил за город ездил в калугу и все время считал заправил полный бак и смотрим сколько мы проехали и я вам действительно говорю что цифры то совпадают что удивительно 600 700 км на полном байке в таком смешанном цикле проехать можно в частности я говорю за себя заправлялся спустя 600 километров пробега ребята на трассе примерно 9-10 литров при скорости 130 плюс местами ты выходишь где-то на обгон но без режима нитфо спид поэтому цифры по расходу топлива у меня приятно удивили более того можно заправлять автомобиль и 95 бензином но так уж сложилось что я все свои автомобили в силу того что не много на них езжу заправляю сотым бензином проехав 5000 км я думаю нужно сделать техническое обслуживание и прямо сейчас зарисовочка по этому поводу друзья вот я постоянно думаю вот что можно вообще рассказать про техническое обслуживание когда в нем нету ничего глубокого вот телеграм-канала это потрясающий инструмент для любого автора блогера всем советую этим пользоваться потому что там я сделал публикацию что мог вот посмотрите купил себе расходнички масло 7 литров покажи вот можно покрутить вот масло все штрих-коды проверяйте сейчас расскажу про это это просто прикол а прикол весь заключается здесь в накладной потому что 1 литр моторного масла у нас стоит сколько одна тысяча сто тридцать шесть рублей внимание ребят одна тысяча сто тридцать шесть рублей за оригинальное масло первое что мне написали в том числе первое что сказал серега продрайв это ты купил себе паль откуда ты его нашел то крайне низкая цена когда люди пишут комментарии там точно такое же было то что очень дешево мне понравился человек который написал что мол вам то дешево то дорого купил бы я себе его по две по три тысячи рублей за литр сказали бы ты чё баклан вон там можно купить дешевле я задал вопрос сашу которую я сколько ну лет восемь 2017 года короче посчитайте покупаю запчасти что он ответил давайте послушаем один цены которые у тебя в товарном чеке указаны это обычные цены с учетом скидки наших постоянных покупателей то есть когда приходят люди от тебя и говорят что типа вот мы у димы по посмотрели видео там до рекомендацию там скидка возможно то мы сразу вот эти цены и позиционируем другой момент что цена она плавает и она не от нас зависит у нас просто 400 с лишним поставщиков и когда мы тебе соответственно заказывали цена могла быть одна соответственно когда клиент будет заказывать она может быть чуть чуть другой все зависит понимаешь не только еще поставщика и от наличия то есть если у нескольких поставщиков есть один и тот же товар то понятное дело они цену делать делают так чтобы она была конкурентна между ними но как только товар у кого-то заканчивается у другого остается он цена начинает поднимать мы с тобой на это в одном из наших видео говорили покупателям поэтому тут все индивидуально но как я уже сказал все зависит еще и от наличия то есть конечно может быть так что человек например через три или четыре месяца объявится я вот у дима видел вы ему говорили там по тысячам Там 100 рублей, а вы мне по 1400 говорите. Ну, дружище, это же было 3-4 месяца назад. Ну, понятное дело, что цена может измениться, которая не от нас зависит. Я вот сейчас ради интереса все позиции накидал в корзину, в твою снова. Вот как вот по текущей, если бы мы заказывали, даже вышло немного дешевле, чем получалось, когда вот мы тебе изначально оформляли заказ. Далее. Взял себе как аналоги фильтры MAN. И тут то же самое. Ну, все, понятно. Бэху себе купил, а начал шкурить, кроить на фильтрах. Что, не мог себе оригинальное взять? Объясняю. Вот эта машина проехала 5000 километров, я приехал поменять масло. Сейчас мы посмотрим вообще, в каком состоянии оригинальные фильтры надо будет, поменяем. Но вот эти вот некоторые люди отмечают, что наоборот MAN даже, ну, если хотите, некоторые говорят, лучше даже, чем оригинал. Ну, или прямо вот на уровне. Но не хуже уж точно. Подчеркиваю, воздушные салоны, хотя люди отмечают разные истории, что есть у тебя 4-х зоны климат-контроль, а у меня 4-х зоны, то лучше салоны ставить оригинальные. Короче, казалось бы, банальные вещи. Вот они, 3. О чем здесь можно говорить? Блин, люди без конца спорят, обсуждают. Вот оригинальчик, пожалуйста. Масляный фильтр, оригинальчик. Значит, почему приехал к Сереге? Во-первых, давно общаемся. Во-вторых, вот честно скажу, мне уже так надоело ездить по этим гаражам. А это, как правило, всегда куда-то замкать, надо уезжать. Но я уже ездил, снимал в разных сервисах. В целом, ничего плохого сказать не могу. Тем более, когда речь идет просто про замену планового масла, посмотреть подвеску. Нареканий на машину у меня нету. Че с ней будет? Это же утопленник. Уже высушили, поэтому к чему придраться? Плюс ко всему, они очень хорошо расположены. Это не реклама, ничего мне за это, естественно, не заплатить. Там руку пожмет, кофе нальет. Но у них очень хорошее расположение с точки зрения Москвы. Заехал, оставил, посидел, поболтал, посмеялся, уехал. Поэтому, кто хочет, заезжайте. Ну и, конечно же, народ голосует рублем. Я смотрю на их цены. Я сам им раз говорю, типа, вы вот здесь что, за респект чисто работаете? Потому что по московскому каким ценам? По аренде помещений это крайне низкие цены на услуги. Многие отмечают, поэтому, пожалуйста, друзья, заезжайте. Короче, вот человек сейчас все сделает, посмотрит подвеску. Если уж вдруг что-то мне порекомендуют, это будет драка. Потому что мне уже надоело постоянно покупать тачку и слушать, что тебе здесь надо менять. То надо менять. Короче. К ценам. Комплект технического обслуживания мне обошелся в 15500 рублей. А вот сколько стоят работы, тут уже я научен опытом. Вы считайте сами. Ведь масло и вовсе самому можно слить-залить, ямку только найти. Фильтра можно самому поменять. Я округляю для себя так. 20 тысяч рублей. Вот пятак. Это замена масла, фильтров, компьютерная диагностика и подвески диагностика. Все. За сколько вы сделаете эти работы, тут уж, ребята, считайте сами. Значит, смотрите, давайте так, никаких ссылок я ни на кого не оставляю. Это исключительно мой отзыв, потому что вы сами без конца спрашиваете, а где ты делал обслуживание? А где ты запчасти покупал? Вот, я вам вывожу номер телефона на Александра, к этому номеру привязан WhatsApp. Вы можете ему написать, отправить ваш ВИН-номер и сделать запрос, чтобы вам что-либо посчитали. Надо? Обращайтесь. Не надо? Не обращайтесь. Мы едем дальше. Посмотрите, что я себе сделал внутри автомобиля. Сейчас запустим, чтобы вам можно было продемонстрировать. Покажи, пожалуйста, вот этот шикарнейший новый руль. Друзья, он просто-напросто новый, но, конечно же, я перешил его. То есть, я не стал покупать полностью руль, хотя такая возможность тоже есть. Все на рынке присутствует, пожалуйста. Перетянул в такую же кожу, которая идет с завода. Такая же, в принципе, строчечка. То есть, есть разные варианты. Цена услуги 13 тысяч рублей. Но теперь у меня прямо действительно матовый руль. Для чего я это сделал? Я это сделал для себя. Вот я делаю публикацию в Телегу, в другие соцсети. Бывают люди не понимают, а зачем? У тебя же нормальный руль был. Был нормальный, но все равно он уже с годами-то затирается, с километражом. Человек ездил, я езжу. А тут ты садишься, у тебя прямо действительно абсолютно все свеженькое. Поэтому вот 13 тысяч, оставляешь автомобиль, через 5 часов руль готов. Сопутствующие расходы, которые, в принципе, будут нужны всем. Ну, давайте так. Каска, это спорно. Кто-то делает, кто-то не делает, кто-то делает каску полную. Кто-то с франшизой. Смысл? Гуляет цена от 70 тысяч рублей, где вы берете каску с франшизой, там, 1050, а то и 100, до 120-150 тысяч. Если вы берете без франшизы полную, опять же, все зависит от страховой компании. Цена может быть еще выше. Ну, вот на меня каска обошлась в 80 тысяч рублей на год. Пожалуйста. Далее. 51 тысяча рублей транспортный налог. ОСАГО. Ну, ОСАГО на меня выходит 11 тысяч рублей. Транспортный налог 51 тысяча. А вот если бы был бы дизелек и 249 сил, то налог был бы там в районе 18-20 тысяч рублей. 268 сил, там тоже в районе 40 с чем-то тысяч рублей будет транспортный налог. Ну, 3 литра бензин, и то, как автомобиль едет, как он себя ведет, как он разгоняется, какую динамику он тебе дает, какой он тебе звук дает, это просто-напросто перекрывает все. То есть, таким образом, вот эти 30 тысяч рублей, будем считать, уходят для комфортного управления. Подвеска. Вот если поставить вопрос, как она больше настроена в плавности, мягкости, или же больше в жесткости спорт, я отвечу номер 2. Да и, читая отзывы, отмечают многие, что действительно подвеска здесь жестковата. Обращаю ваше внимание, что автомобиль без пневмы, но здесь есть настраиваемая адаптивная подвеска, и у нее есть три варианта движения. Первый, комфорт, в котором мы едем сейчас, максимально сбалансирована. Она и жесткая, и в тот же момент местами дорогу действительно может проглатывать. Но я настроил под себя режим комфорт, в этом режиме у меня все уходит в максимальную плавность, начиная от педали газа. То есть, машина плавно разгоняется, амортизаторы максимально, назовем их, расслабленные. Таким образом, когда мы проезжаем какие-то неровности, автомобиль действительно все это проглатывает, простыми словами. Едешь в удовольствие, но когда мы переходим в режим спорт, автоматом включается сейчас сразу все спортивное. Это мотор, коробка, подвеска. Он срывается с места уверенно. Впереди камера на сотку. Да, и вот. Ну, сотку мы сделали. То есть, разгон у автомобиля 0,100, 5,5 секунд. Подхватывает он на любой скорости, и можно прям дубасить по полной программе. Вот для города, на мой взгляд, этого более чем достаточно. Вы слышите этот звук? Ну, вообще класс. Я ездил на автомобиле BMW X6M. Вот там вообще ураган. И поэтому там, я считаю, уже прям перебор по мощности. Вот здесь именно 40, 60, 80. Вот в этом диапазоне, когда ты едешь, машина дарит прям потрясающие эмоции. Я еду с большим удовольствием. То есть, я прям чувствую, что она может дать под жопу. Поехать. Все вспомогательные системы, помощники. Если вдруг впереди кто-то остановился, он тебе сигнализирует, вылетает. Машина красная на дисплей. Контроль полосы. Это все есть. Я помню, мне писали ребята, что, мол, где у тебя адаптивный круиз? У тебя нет адаптивного круиза. Вы поймите? Я езжу в месяц полторы тысячи кмэ, вот в среднем. Я поездить на машине сам хочу. Мне охота вот ее подержать хоть за руль, понажимать там на газ, на тормоз. Я не хочу ехать и просто сидеть, руль держать, чтобы она сама разгонялась, тормозила. Я не хочу этого. Я хочу на автомобиле ехать. Если бы я ездил бы прям очень много, особенно как раньше. Я раньше ездил в месяц 3-4-5 тысяч кмэ. Я мог проснуться в Кашире, уехать в Москву, из Москвы уехать еще куда-то, потом в Коломну, из Коломны в Каширу и за день проехать реально там 400-500 кмэ. За день. Представляешь? Вот там, да, вот там нужен был бы этот адаптив и все различные вспомогательные функции. Нужна тебе пневмоподвеска, пожалуйста, вон с Германии, от этих автомобилей, там у них, мне кажется, на каждом автомобиле пневма стоит. Мне же вот достаточно и так. То, что есть полный привод, это просто сказка. Я теперь забыл про ту возможность, когда ты нажимаешь на газ в пол, я понимаю, что раз, у меня там пробуксовка идет, надо зацепиться. У БЭХ это, конечно, работает на 5 баллов, ты вообще не пожалуешься, но тем не менее, все равно такое есть. Перестраиваться в этом плане, вот, ну смотрите, какие дороги в Москве. То есть здесь, друзья, к чему-то прицепиться с точки зрения динамики, управляемости и то, как автомобиль стоит на дороге, вообще no problem. Я это уже сотни раз говорил, но вот режим спорт, мощный мотор, я не знаю, для чего все это в городе, когда вот такое без конца. И это, ребята, еще очень хорошо, вот по этой дороге мы едем, это проспект Андропова, обычно он здесь весь стоит утром. Но сам смысл, что куда ни плюнь, где газ не нажми, постоянно кто-то перестраивается, люди соблюдают правила дорожного движения. А в городе у нас, ну, максимум 80, можно разогнаться. Как есть эти люди, которые, блядь, тормоз, газ, тормоз, газ, и типа, я люблю, когда тачка наваливает, когда есть возможность. Участок ты проезжаешь, у тебя бесконечные штрафы, все на тебя со стороны смотрят, как на дурака, ну вот согласитесь. Может быть молодежь, может быть некоторые скажут, о, смотри какой молодец, из крайней левого ряда ушел в крайне правый, через сплошные, обогнал, уехал по автобусной полосе на Бэхе, или на Мерседесе, или на Ауди, или еще на чем-то. Вот это он крутой, вот это он молодец, вон она, то и дело, камера на разметку, камера на скорость, камера на камеру, камера за камерой, везде одни камеры. Поэтому, вот, я езжу максимально плавно, и таким образом у меня расход получается, вот как я вам озвучил, 12 литров. Но при этом разогнаться, когда есть возможность, когда есть прямая, ну как правило это 0,60, 0,80, ну на трассе бывает, ты там разгонишься, там обгонка совершаешь. Вот, даже вот в эти редкие моменты, конечно, получаешь удовольствие, но к сожалению, или к счастью, я больше отмечу как к счастью, потому что безопасность в городе реально должна оставаться на первом месте. Поначалу первый, может быть, месяц привыкал к машине, потому что, ну не часто езжу, садился, пытался там по меню лазить, что есть, все изучил, все под себя настроил. Кайфую от того, что у меня есть автозапуск, автомобиль стоит под окном, я подхожу три раза на кнопочку, нажал, автомобиль запустился, я прихожу, он уже холодненький, ну имеется в виду в летнее время, когда еще холодно было, наоборот, тепло в машине, вот эта часть подогревается, подлокотник, где дверная карта подогревается, то есть в плане комфорта тачка прям огонь. Переходим дальше, кузов автомобиля. Напомню, что когда купил, понятное дело, я сделал химчистку, полировку, нанес керамику, все это дело у Лехи, сегодня никаких особо ссылок-то я вам оставлять не буду, кроме основного спонсора выпуска, при этом Леха мне говорит, давай затянем тачку пленкой, сначала мы затянули переднюю часть, потом мы затянули автомобиль полностью. Димон, вот эти вот значки снимать тебе, X5 и X-Drive 4.0, или обратно клеим все тоже. То есть сейчас машина полностью затянута пленкой, давайте даже я вам покажу, какое стало состоянием красочного покрытия, ну с учетом защитной пленки. Опа, кто это? Ух ты, спонсор выпуска Корсис. Вот давайте. Раньше были показатели 80-120, теперь показатели 278. 268. 280, вы видите, да, то, что он показывает, типа что-то здесь неладно, потому что прибор чувствует, что ну что-то там завышенные показатели. По факту, пожалуйста, весь кузов автомобиля в пленке, вот этот прибор Корсис, я ссылочку на него оставлю в описании, всем настоятельно рекомендую, кто хочет купить новый автомобиль или автомобиль с пробегом, чтобы вы понимали, что вы покупаете и в каком состоянии реально машина. Очень часто люди, даже те, кто обращаются за покупкой нового автомобиля, привозят свою машину, там половина разодрота была, отремонтирована, они говорят, а что такого? Ну подумаешь, в этом ничего нету, а предложи им купить автомобиль вот с такой же, с такими же косяками, ой, нам такое не надо. Поэтому вот, друзья, разработан на территории нашей страны, пожизненная гарантия, прибор многофункциональный, здесь есть турборежим, есть фонарик, в общем, здесь есть все то, что нужно вам для того, чтобы полностью осмотреть автомобиль и сделать по нему выводы. Ссылочка ждет вас в описании, а мы продолжаем. Так вот, затянули полностью автомобиль пленкой, так еще пленку покрыли керамикой. Удовольствие не из дешевых, но я вам отмечаю, как есть. Вот такая услуга полностью, затянуть BMW X5, как паркетник, 250 тысяч рублей. Название пленочки я вам выложу на экран. Керамику нанести полностью по кругу, еще примерно 15 тысяч рублей, там несколько слов люди наносили. Пожалуйста. Но что мы получаем? Последний раз я машину мыл неделю назад, проходили дожди, сильные дожди, вот я вам даже оставляю. То есть местами где-то остается, естественно, грязь, то есть защититься полностью от грязи невозможно. Но я забыл про все те проблемы, которые могут меня встречать, когда прилетает скол на трассе, когда какая-то собака прошла и случайно, там, случайно ключом тебя задела. То есть автомобиль теперь полностью защищен. Более того, сейчас пленки вышли на новый уровень, и когда жара, ты выезжаешь, на солнышке стоишь чистенький. Она нагревается, и, соответственно, все эти микроцарапинки, вот эта паутина, которая бывает на черных кузовах, она просто-напросто затягивается. И иногда я выхожу, смотрю на машину, думаю, блин, ну реально как новая, тачка просто вся блестит. Я действительно остался доволен, понимаю прекрасно, что не все понимают, зачем это надо. Кто-то писал, ну допустим, разодрал ты себе капот, поехал, покрасил, дешевле будет, что вы машину на всю жизнь покупаете. Здесь каждый поступает, как он считает нужным. Некоторые люди, если чтобы вы знали, покупают автомобиль, они ездят без ковриков. То есть они ездят в автомобиле вообще без ковриков всегда. Да, да, ребята, я таких встречал, они говорят, о чем мне? И что? Зачем? Еще ковер какой-то чистить? Называя цену на оклейку автомобиля, удивительно, но я уже вижу ваши комментарии. Типа, что? 250 тысяч? Жесть. Не, жесть заключается в другом. Что на эту процедуру я стоял в очереди полтора месяца. Полтора месяца в очереди, потому что люди записываются заранее на оклейку автомобиля. А есть места по Москве, где, говорят, очередь доходит до полугода. Что меня удивило? Значит, смотрите, Алексей, контакт я его увожу на экран. У него точка находится в мытищах. Я давно про него рассказываю. У него Мазду, Тойоту, BMW пятерку, все машины чистил, мыло обслуживал с точки зрения детейлинга. Когда я покупал машину и ходил вокруг нее смотрел, мне казалось, что она чистейшая. Но загнав к нему на комплекс, он стоит у него 20 тысяч рублей. За эти деньги он вам делает полировку кузова, наносит один слой керамики, химчистку салона. Машина реально была грязная. То есть грязи в машине очень много скапливается. Многим кажется, что что такого, машину недавно купил. Раз в год как минимум надо делать. Поэтому контактик оставил, мало ли кому будет надо. Кому не надо, не звоните никому, ни с кем не общайтесь. Мы едем дальше. Давайте поговорим и про минусы. Здесь мы как раз-таки затронем тему китайцев. Ну вот смотрите, одной из целей покупки вот этого автомобиля, именно паркетника, было место сзади. Чтобы было его побольше, чтобы машина была повыше. И мы это в принципе получили. Потому что здесь ездит моя дочь. Вот мы настроили сиденье. Садится она, жена. Ей над головой место достаточно. Подлокотник. В этом плане ей для ее возраста, для ее роста места полно. Но вот если мы поговорим про посадку сзади для взрослых людей, особенно на дальнее расстояние, и сравним вот этот автомобиль BMW X5 с Lissan L7, то я вам могу сказать одно. Это днище полное. Вот именно в сравнении места сзади и то, что мы получаем в L7. Я когда ее смотрел, когда мы снимали, я действительно прифигел. Думал, блин, ну вот это действительно круто. Почему, интересно, немцы не додумываются на это? Почему они так не делают? Читал комментарии. Человек тогда писал, Артем, когда мы снимали Lissan L7, кто не смотрел, посмотрите. Q7 она маловато. И некоторые люди, Q7 маловато? Ребята, вот смотри, как я сижу здесь, да, вот сам за собой. Вот это кресло, оно еще вперед подвинуто специально, чтобы ребенку было удобнее. Жена у меня невысокого роста. По факту все. Больше я здесь делать ни хрена не могу. Я даже не могу вот эти сиденья, спинки сидений, откинуть назад. Это днище полное. Потому что вот в Ниссане у меня, у отца, да даже в X-Trail там 2007-2010 года была возможность спинку хоть чуть-чуть, но откинуть назад. Соответственно, по городу прокатиться, ну, конечно, здорово. Тем более у меня панорамная крыша, Sky Lounge, это классно. Но вот на дальнее расстояние, да ты здесь охренеешь просто-напросто ехать. Но при этом у меня огромнейший багажник. Сейчас я вам его покажу. Хотелось бы, чтобы расстояние было до передних спинок не вот эти вот 5 сантиметров, а 25 сантиметров. Ну, согласитесь, для семейного паркетника, премиального там статуса, класса и так далее. У меня есть раздельный климат-контроль четырехзонный. Им пользуемся. Сначала смотрю, думаю, где у меня подогрев? Что, у меня даже подогрева сидений, что ли, сзади нету? Потому что ни одной кнопочки не выведено. Есть, но в меню. То есть в меню я заходил, смотрю, включить подогрев сидений сзади. Думаю, о, хорошо, что есть. А так больше всего ни хрена ничего нету. Вот у меня здесь есть вот этот комаров и так далее. Поэтому пойдемте, я вам покажу, почему я недоволен, что у меня большой багажник. Фонари. До них мы сейчас тоже дойдем. Это будет изюминка этого выпуска. Ну вот, смотрите. Вот у меня багажник. Объем его 960 литров. Ребят, 960 литров. С одной стороны, да, здорово, для паркетника. А вот теперь отойди, пожалуйста, вон туда куда-нибудь и покажи вот эту картину. Вот, предположим, я что-то загружаю. Мне просто даже интересно, может кто-нибудь из вас написать, вот сколько вообще человек, которые действительно багажник в BMW X5 используют по максимуму? К чему я веду вообще сам смысл? А нельзя было бы сделать так, чтобы багажник был бы, например, 600-700 литров? Напомню, что в седанах обычно багажник 450-500 литров. Здесь, да, он повыше. Ну вот 700 литров. А вот эти 260 литров экономии как раз спинки сидений назад чуть-чуть оттащить. Чтобы места сзади было больше, чтобы можно было делать наклон спинок сидений. Потому что такая возможность есть. Но опять же начинается это при том, что вы закажете себе опцию или купите автомобиль с третьим рядом сидений. Тогда у вас будет возможность вот так вот. А! Понял? Не вот так, а вот так. Откинуть сиденье. Ну бред полный. Таким образом, я считаю так, что вот у меня в багажнике обычно я отвожу зонтик от Audi. Был когда-то на мероприятии Audi, такие проходили в России, там мне подарили зонтик. Ну бывает какую-то сумку одну-две, коляску вот раз мы возили. Сейчас ребенок уже все там начинает носиться так, что коляска ему вообще не нужна. Поэтому довольно-таки спорное решение, когда я вспоминаю Le 7, где и багажник в принципе большой, но он меньше, чем здесь. Но при этом и места сзади больше. Думаю, блин, конечно, я бы отдал бы предпочтение большему количеству места сзади. Фонари. А вот теперь начинается. Вы часто говорите то, что можно там в тютюхе все что угодно за деньги. Ну вот, фонари. Очень много на самом деле людей спрашивало, где купил, дай ссылку, поделись, как тебе фонари. И люди с удовольствием бы хотели, чтобы я оставлял везде их контакт, потому что ну 20 человек. Можно было бы продать как минимум 20 комплектов. Это прямо реально живые цифры. Что я могу сказать? Это, ребята, третий комплект фонарей. Поставив первые, обошлись они по цене 94 тысячи рублей с установкой. Фонари плюс установка протянуть провода, потому что это версия американка. Здесь вот этих вот нюансов подводных камней огромное количество. Это вам не какой-нибудь японец или кореец, где воткнул, запитал, поехал. Ой, у вас из Америки нужно перекодировать, нужно кинуть провода. Таким образом, фонари встали. После первой мойки они начали потеть. После второй мойки, после того, как прошел дождь, они все стали в воде, вот эта нижняя часть. Я обратился к человеку, и начинается да-да-да-да-да-да-да-да, я на завод напишу, ждем ответ, ждем ответ. Проходит месяца, наверное, два, и наконец-то приходят другие фонари. Вода как набралась, ничего страшного в принципе не происходило, она никуда дальше не уходит, она остается только здесь. Приезжают, не меняют фонари, я счастливый, опять же, это происходило в момент, когда оклеивали автомобиль полностью пленкой. Ставим фонари, проходит неделя, все, опять все в воде. И я, знаете, начинаю просто нервничать, почему? Потому что ты приходишь, у тебя машина вся блестит, все классно, и тут ты смотришь, у тебя прям в воде весь фонарь, думаешь, ну что за хрень? Изначально я общался максимально культурно, сдержанно, здравствуйте, Вов, привет, ну чего, когда? Ну когда подошло терпение, и когда ты звонишь, ты начинаешь, ёб твою мать, и вот таким диалогом, подчеркиваю, не с акцентом на человека, а с акцентом на товар. Ты там взял денег, ты сказал, что все классно, а мне сказали, что нет, ничего не течет, никаких запотеваний нету, если вдруг что будет, сразу зовите меня, мы поменяем вам все по гарантии. Я обращаюсь, человека не устроило, что я начал на него кричать, но при этом деньги сразу вернулись на карту, при этом сразу мне дали контакт с завода, то есть человек находится в мытищах, завод находится на севере Москвы, это человек, который привозит с Китая эти фонари. Я звоню человеку, он говорит, все есть, приезжай, мы тебя сразу поменяем, то есть буквально через три дня пришли фонари, мне поменяли, то есть вот этот третий комплект, и слава богу, они сейчас не текут. Но опять же, я веду за ними наблюдение, прошло примерно, сколько там, недели три уже, как их поставили. Вы скажете, ну это все понятно, это ж китайщина, что ж ты себе не поставил оригинал, а я вам объясню. Это BMW, ребята, вот смотрите, про одни только фонари контента сколько, 145 тысяч рублей стоят оригинальные фонари BMW рестайлинговой версии, вот такие же. Далее, выясняется, что для корректной работы нужен блок управления. Типа там, изначально, когда ты автомобиль покупаешь, он то ли встроенный, то ли там уже как-то это в системе заложено. Отдельного самого по себе блока управления оригинального BMW не существует, а здесь сидите за руками. Как мне сказали, подчеркиваю, за что купил, за то продал. Некий белорус, гражданин Белоруссии разработал этот блок. И люди сейчас, которые предлагали мне купить оригинал фонарей за 145 тысяч, говорят, 60 тысяч рублей платим, мы тебе еще в комплект вкладем, естественно, вот этот блок, для того, чтобы они корректно работали. А корректная работа, это, ну я вот вам на экран выведу, они там чуть плавнее зажигаются, тухнут, короче, хрень полная, разницы особо не почувствуешь. Но опять же, когда ты непридирчивый, это вот прям фанатам, тем, кому надо все вот копирочка в копирочку, они, наверное, да. Я всем, кому показывал разницу, говорят, да и в чем, как бы, никто не чувствует особой разницы, простыми словами. Вот смотрите, как у меня зажигаются фонари. Чувствуете? Ну вот, моргают они и так далее, автозапуск у меня сработал, в этом плане все четко. А оригинальная версия, как минимум для США, подразумевает следующее, что у вас будет гореть только нижняя часть, а верхняя не горит. Я такие машины уже в Москве встречал, и как бы это выглядит со стороны так, как будто бы у тебя верхняя часть просто не работает. Перегорела, сломалась, как угодно назвать. И вот это вот все говнище происходит вокруг вот одних фонарей. Я думаю, блин, жесть, но как выглядят фонари, да, когда они вот рабочие, когда они не текут, когда они наконец-то все нормально встали, встали, ну, на мой взгляд, шикарно. Опять же, тут выводы делать вам. Байка, конечно, была из серии, что все это с того же самого завода, где делает BMW. Просто после смены мы немножко там левачили, ну, это типа рассказывал сам завод. Ну, по крайней мере, такую весточку принесли нам сюда. По факту, друзья, им цена 60-80 тысяч рублей. Если вдруг вы хотите себе поставить, имейте в виду, берите прям какую-то гарантию, что вам 100% их будут менять, и как быстро, как часто, и так далее. Ну, в целом, для эксплуатации, вот, два раза выходила из строя камера. Опять же, это тупо глюк вот электроники, то есть, я, например, включаю заднюю передачу, он мне пишет, камера там то ли не найдена, то ли работает некорректно. Ну, короче, камера не включается. Что нужно? Ты глушишь автомобиль, вот она полностью засыпает. Через 15 минут, допустим, ты ее запускаешь, все, камеры работают. Вот скажи такое, на каком-нибудь китайце, допустим, стоял бы не X5, а там какой-нибудь Манджаро, Ли-7, вот такая проблема, сразу было бы что? А, это же китайцы. Дизель у нас в стране ценится больше, хотя 3 литра бензин, шикарнейший мотор, надежный вполне мотор, поэтому я лично доволен. И что я хочу сказать, друзья, я искренне надеюсь, что посматриваю на этот автомобиль, на отзыв владения. Для кого-то из вас это прозвучит больше как мотивация, подчеркиваю, именно как мотивация, не хвастовство. Я ранее когда-то ездил на пятерке, думал, блин, классная у меня тачка, и на эту машину я только смотрел и мечтал. Но сегодня, вот, 4 месяца уже за рулем этого автомобиля, я просто кайфую от него офигенно. Особенно все, что после седана, вот этот клиренс 210 мм, большие колеса, хорошая управляемость, хорошая звукоизоляция, полный привод, опять же, я действительно получаю большое удовольствие. Все вспомогательные системы ровно в том количестве, которые нужны. Возможно, когда-то на будущее я захочу себе тот же самый адаптивный круиз, пневму, еще что-то. Ну, так сказать, будем трудиться, будем работать, поживем, заработаем, купим. Ну, на сегодняшний день, вот это вот, вот прям вот все то, что мне нужно, для меня вопрос с автомобилем закрыт. Поэтому вам я желаю только стимула, трудов зарабатывать. Надеюсь, было интересно, было необычно, ведь это не Джулион, не Чан-нянь, не Лисянь, не Зикар и прочее-прочее BMW X5. Вот таким получился мой отзыв. Всех вас приглашаю подписаться на канал, если вы этого вдруг еще не сделали. Все ссылочки на мои другие площадки точно так же ждут вас в описании под каждым видеороликом, в первом закрепленном комментарии. Телеграм-канал точно так же ждет вас. Жду ваше мнение в комментарии. Встретимся в воскресенье в 9.00 на канале. Субтитры сделал DimaTorzok